Здравствуйте, друзья! У нас гости из Канады, из Ванкувера. Давайте мы с дамы начнём. Представляйтесь, дама. Меня зовут Динара. Динара. Откуда, чего? Значит, мы из Ванкувера. А до Ванкувера? До Ванкувера мы из Самары. То есть, да, вообще я родом из Узбекистана. Родители у меня, папа у меня военный, поэтому мы переехали в середину 90-х в Россию. В военном городке жили какое-то время, продолжительное. Такое болевое. Ну, достаточно. Когда хочешь. Когда нужно. Так, хорошо. Вот, и, значит, сейчас мы живём, я живу вместе с супругом в Ванкувере. В Ванкувере. Так, давайте про супруга теперь. Супруг зовут Андрей. Это, соответственно, born and raised, как говорится, в Самаре. Потом оттуда решил искать лучшие жизни. Вот удалось переехать в Канаду, в Ванкувер. Я там сначала поучился по студенческой визе, а потом искал работу, нашёл, потом ещё одну работу. То есть, фактически, если вы на студенческой визе, то это как бы путь, да, есть путь через студенческую визу к тому, чтобы получить статус иммиграционный. Да, да, есть официальная программа студенческая, то есть, единственный минус этой программы в том, что тебе надо заплатить денег за учёбу достаточно много. Ну, сколько? Ну, скажем, тысяч пять-шесть семестров international student applied. То есть, бесплатно? Нет, в недорогом. Бесплатно, за таром. Ну. Написайте, сколько бы здесь заплатили бы. Я не знаю, но зависит от университета. Я учился в маленьком университете, который бы находился там на задворках Ванкувера, но там было как бы хорошее образование. Грех жаловаться. Так, ладно. Ну. У нас тут это звучит очень даже странно. Ну, мне это было дорого. То есть, надо было потратить кучу денег сначала для того, чтобы там проучиться, прожить. А подрабатывать можно, пока учишься? Очень ограниченная подработка. Там, когда не учишься, можно чуть побольше подрабатывать. Типа, парт-тайм такой, когда учишься, да. Когда учишься, можно подрабатывать очень ограниченное время. И как бы ты должен быть фулл-тайм студентом и фокусироваться на учебе. Учебе. Вот. Потом, после этого, есть официальный такой мостик. Ты говоришь, что я хочу вот типа work permit получить после студенчества. И ты остаешься на work permit. Как бы попрактиковаться как бы. Ну, да. То есть, виза при этом остается студенческой? Нет, она меняется на рабочую визу. Открытая рабочая виза. Для этого нужно иметь уже готового нанимателя, который говорит, я его беру. Или вы говорите, я хочу искать, дайте мне разрешение без того, чтобы вы искать. Второй вариант, да. Второй вариант. То есть, еще проще. Достаточно свободно, да, в этом отношении. Вот, а потом, после этого, когда вы проработали год, вы можете тогда уже переквалифицироваться на permanent residency, то, что по вашему грин-карту. Landed immigrant, то, что называется. По нашему грин-карту, permanent resident. Вот таким, собственно, путем мы решили. Хорошо. Облегченный такой путь. Сколько времени заняло от момента, как вы приехали как студент, до момента, как вы стали официальным, настоящим иммигрантом? Ну, учился я два года. Ну, то есть, с вашей точки зрения, это немножко упрощенный путь. В принципе, я согласен, наверное, в каком-то смысле, но это непростая такая вещь. Да, два года учился. Два года я учился. Год практиковался. Год я, да, работал. На самом деле, виза была рабочая, по-моему, чуть побольше, года два, наверное. Да. И после этого, потому что, как раз в этот момент, начали заниматься тем, чтобы привезти динару сюда. Вот, я остался на той визе, и мы ее присоединили к моей визе как супругу. Да, потому что я тоже получила рабочую визу. Ей дали тоже рабочую визу, то есть она могла работать. Да, на основе его документов. Вот, она как бы, как дополнение. То есть, если вы женитесь, будучи на рабочей визе, то вашей супруге тоже дают разрешение на работу. Мы женились еще, когда я был на студенческой, но, да, это было как раз способ, ну, для динары это был способ пожениться, а для меня это был способ доказать то, что вот для того, чтобы ее привезти сюда, что она моя супруга. То есть, иначе там в Канаде есть common law, так сказать, отношения. В принципе, тоже можно доказать, что вы вот жили с человеком. Гражданским, правда. Но это сделать сложно, мне кажется, сложнее, когда у тебя в России нету всех вот этих каких-то бумажек, которые существуют в Канаде. Да. Вот, и, мне кажется, evidence-based такое не присутствует. Хорошо. Итак, все это время вы можете совершенно спокойно, пока вы учитесь и на рабочей визе, вы можете спокойно путешествовать, там, выезжать из страны, въезжать в страну. Это не то, что вы там на политику подали и там сидите, никуда высунуться не можете. Да. В Канаде много народу политику просит? Так, они заметны, вот что вы ездили? Я, например, вот лично не слышала. У нас, по-моему, ни одного нет человека, который так делает. Из ваших законов. Да, а у нас много, у нас в основном есть круг общения иммигрантский, как, вы понимаете, Россия, Украина, Белоруссия, такие. Хорошо. Потому что, я думаю, что просто нету смысла. То есть, если ты специалист, ты можешь приехать в рабочий виз сразу, вот, есть некоторые провинции, которые принимают более легко людей, это еще проще, например, типа Винни-Пек, но не каждый туда захочет поехать. А есть вот этот студенческий вариант и, как бы, тебе, ну, политику-то зачем? Ну, ты можешь приехать сразу и начать работать. Посмотреть, вот, допустим, я про Ванкувер не скажу, а вот, ну, там это незаметно. Вот, скажем, если в Торонто поедете, то там полгорода какие-то явно побеженской. То есть, там какие-то маджахиды настоящие ходят, там, в халатах с бородами, в центре города Коран бесплатно раздают, там, Беснафри Коран, там, вот там. То есть, там такое ощущение, что пол-Афганистана уже там. У нас там мусульманского населения очень мало. Да, но я к чему говорю, что, видимо, все-таки по политическому беженщу, по статусу беженца есть большой приток людей. Я просто поэтому прошу. Нет, Канада принимает беженцев, вот, например, там, из Сирии. Да, есть такие. Безусловно, там есть тысячи человек, которые приехали по беженской, или, ну, их как бы сразу открыли им квоты, когда вот эта вся заваруха сиренчалась, и принимали какое-то количество людей, то есть, там даже не надо было особо ничего доказать. То есть, не надо было бежать в страну по туристической, а потом обращаться, они просто сразу пришли. Да, да, их просто привозили. Хорошо. Ладно. Так вы уже как давно в Канаде-то в итоге? У меня в сентябре будет 7 лет. 6,5 лет. А вы? А у меня... 4 года у меня февраля. Как оно вообще в целом в Канаде-то? Прекрасно, я себя чувствую как бог. Так, по-английски освоились? Ну, с английским я освоилась, было немножечко тяжеловато. Первые, наверное, месяца три, потому что языковой барьер все-таки присутствовал. У меня первое образование Иньяс, поэтому... Это вам проще. Мне было проще в плане... Ну, понимала я абсолютно все сказать. Английский первый, а второй какой? Немецкий. А, то есть, не китайский? Нет. В Ванкувере бы вам пригодилось? Да, вот никто бы знал. Друзья, учите китайский, приезжайте в Ванкувер. Там, да, не такое ощущение, что три четверти населения по-китайски там горит. Там, знаете, что интересно? Там, например, вот в Америке есть, во всяком приличном городе, большом, есть Чайна-таун. Но Чайна-таун работает на Америку. То есть, вы идете в Чайна-таун не потому, что вы хотите попасть в какую-то другую страну. А вы как бы так... Такие обстоятельства подаете прикольные. А там, например, вы идете... Да это даже не Чайна-таун, а вот там Тричман, да, там рядом с Ванкувером там на юг. И там просто громадные плазы, такие одна за другой. И там все по-китайски. И там товар весь из Китая, народ весь из Китая. И когда вы подходите, там, допустим, смотрите на что-то, они вообще вас не видят, вы не клиент. То есть, вас не воспринимают как человека, который пришел там, скажем, покушать в китайском ресторане. Да, вот в Чайна-таун вы клиент, вы пришли, и вас обслуживают. А там они даже не понимают, зачем вы пришли. Да, причем в Ванкувере есть свой Чайна-таун. Там есть вот эти красивые ворота, и как бы сам квартал присутствует в центре города. А там вот, где настоящие китайцы, это отдельный город. Их подавляющее большинство там точно, да. Ты когда заходишь там в какие-нибудь местные забегаловки, так себя оборачиваются, типа белый пришел, что он здесь делает. Что это за место делать? Тебе даже заказать сложно какую-то еду, потому что, может быть, и меню все на китайском. Но они просто не понимают. У меня такое же впечатление первое было, когда я только приехала в Канаду, прилетела, я вышла из аэропорта. Смотрю... Аэропорт как раз в Ричмоте находится. А где, а где, а где канадцы? А где канадцы? Да, где же эти замечательные люди с бородами и топорами на длинные ручки. Ну что же, хорошо, значит, в Ванкувере нормально. А вот у меня ощущение такое, что там с общественным транспортом не очень хорошо. Отлично. В том смысле, что, как сказать, ну вот едешь и едешь, и едешь, добраться можно, но как-то, ну я не знаю. Вот, например, я видел такие улицы, где там вроде две полосы, а вечером только одна остается, а вторую занимают машины припаркованные. Да, это нормальная практика у нас. Ну, там, смотрите, там в час пик нельзя парковаться. То есть там в три часа у нас в офисе, например, все ставят себе будильники, потому что в три часа надо бежать, машину убирать с улицы, потому что там начинается час пик. То есть ты ее не уберешь, в течение 15-30 минут ее эвакуируют просто-напросто. Вот, когда это нужно, пропускная способность, значит, их все открывают. Метро нету, да? Есть. А, есть метро. Скайтрейн, да, так называемый. Хорошо. Ему, кстати, 30 лет как раз. Понятно. И город как бы на нескольких, ну, как бы островках, что ли, да, получается? То есть разделены водой, там есть мосты, мосты, мосты. Есть несколько, да. Там, поскольку мы находимся в дельте Фрейзер-Ривер, там есть, да, некоторые части, где мосты, и они так, ну, затронено. Передвижение между ними. Да, то есть пробки какие-то возникают. Да, но скайтрейн вот этот, который, он и подземный, и надземный. То есть есть какие-то лайфхайки. Он ходит тоже через вот эти... Через мосты. Отдельно, то есть он ходит через реку. То есть нормально ездят на общественном транспорте, никто не жалуется там? Ну, на мой вкус, например, общественный транспорт прекрасно развит. Во всяком случае, для меня это очень удобно. Ну, так как мы живем в Дон-Пауне, мы, в принципе, не... Ну, я, например, не пользуюсь общественным транспортом. У меня работа, 15 минут ходьбы, соответственно, мне не нужно. Но если куда-то мне нужно добраться, автобусы, метро... Вы работаете по специальности, которую приобрели в Самаре, или пришлось переучиваться вообще? Что произошло? Произошло... Вообще, я, когда сюда приехала, я стала искать работу ассистента, администратора, ну, какого-то такого вот, чтобы... Административного? Да, чтобы влиться, скажем так. А образование? Чтобы было по специальности, потому что она, наверное, до этого в России работала. Да, у меня тоже было примерно то же самое. А образование какое? Первое у меня ИНИАС, второе экономическое. Хорошо. Вот. Первой работой, которую я нашла, она была в пивоварне, я вот как раз-таки нашла администратор. Да. Рядом с домом, опять же. Да, отлично, мы нашли, да. Ну, пиво, кстати, прилично это? Да. Нормально, хорошо. Так, да. Пиво, пиво для мужа я приносила. И что вы там администрировали? А, там была работа порт-тайм. С неполным рабочим. Да, то есть в день 4 часа, 5 дней, в день 4 часа. Работу я искала месяца 2, наверное, перед тем, как ее найти. Интервью много было? Интервью было, да, достаточно. Очень, ну, в основном это были какие-то рекрутинговые компании. Да, рекрутинговые компании. То есть не прямой заниматель, а кто-то, кто. Да. То есть я туда, они мне звонили, я приходила, там какие-то небольшие тесты были. Давайте так, интервью прямо с живыми компаниями были? Были. Были. Но их было не так много. Да. Ну, я не знаю. Хорошо, это первая работа. Да, это была первая работа. А вторую легче было искать? А вторую, ну, по времени чуть-чуть дольше это заняло. Но я просто уже, наверное, мне было полегче, эмоционально, наверное, было легче искать вторую работу. Вы были более переборчивы уже со второй работой? Да. Ну, не то, что прям вот. Немного, я бы сказала. Немного, да. Сейчас у вас какая по счету последняя? Это вторая. То есть вы так вот как нашли вторую работу, так и… Да, мне там очень нравится, у нас прекрасный коллектив. Мне очень понравилась именно та должность, которую я занимаю, потому что я туда пришла как ассистент в отдел строительства. Вот, потому что я работаю на Real Estate компанию, которая управляет огромным комплексом офисных зданий. И, да, я была там, значит, просто как ассистентом. Потом я в ходе работы, скажем так, переквалифицировалась в координатора строительных работ внутри офиса. Да, я заканчивала… Ну, я не сказала бы, что… Ну, в общем, несколько курсов. Это, в общем, большие неподолжения. Ну, то есть вы развились во что-то? Да. Из просто административного человека, вы административный человек с пониманием, как бы, строительной специфики. То есть вы такой, как бы, ну, не project-менеджер, но как бы… Ну, вообще, да. То есть у меня плана дальше идти учиться, чтобы именно быть project-менеджером. Хорошо. Да. Вообще, вот, у вас там русскоязычное общение, какие-то люди вокруг. Работы легко ищутся? Или люди жалуются, что трудно поменять работу, трудно найти работу в вязкий рынок? Или такой хороший приемистый… Зная по своей специфике… Ну, я просто еще не искала. Да. Но те, кто ищут, достаточно много предложений, рынок растет, потому что строительство идет… Что люди получают вот на такой административной работе? Я понимаю, что у вас нет такого широкого, может быть, кругозора, но примерно вот из того, что вы о себе думаете. Вот сколько получает человек на административной работе, вот, допустим, где он должен контролировать ход строительства где-то? Ну, я сейчас по часам, наверное, не скажу, сколько… А в год? В год, где-то в среднем, вот, с моим опытом, в среднем где-то 65-70 тысяч. Это большие деньги. Вот. Это большие деньги. Сколько стоит, допустим, не выпендриваясь? Я понимаю, вы живете там в хорошем месте, там, в даунтауне, все дела. Если не выпендриваясь в нормальном месте, там, где массовая застройка, там, что-нибудь такое, сколько стоит, там, скажем, ну, я не знаю, квартира там, ну, двухкомнатная? Там, ван бетрум сколько стоит? Можно тысяч за триста что-нибудь купить? Далеко достаточно будет уже. Очень далеко. Такие отдаленные районы, в которых надо минут сорок час на машине отрехать. Хорошо, но это будут, это будут новые строительства? Я, нет, не буду. Нет, скорее. Хорошо. Если не так уж отдаленно, а, ну, как-то вот, не так отдаленно, сколько стоит? Сколько там берем? Сейчас может и… Хорошо. В даунтауне, допустим, полумиллиона, мы понимаем. Больше. Даунтауне сейчас больше уже. Шестьсот. Ну, может быть, сколько, четыреста пятьсот пятьдесят, давайте вот так назовем. Четыреста пятьдесят. То есть, фактически, квартира стоит, там, шесть, не знаю, семь годовых зарплат. Административного работника, который не небольшой начальник, и, в общем, там, как бы… Не то, что вы, там, инженер, там, как-нибудь строитель, там, и так далее. Нет. Инженера сколько получаете? Больше ста тысяч. Ой, больше. Долларов шестьдесят в час. Не знаю, но вот… Меньше. Насколько я… Вот у меня, например, напарник, он, насколько я понимаю, конечно, зарплаты никто не озвучивает, насколько я понимаю, что он больше восьмидесяти получает. А вы говорили про какого? Инженера айтишника или… Нет. Строительного. 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 У нас есть несколько друзей. По двадцати сто пятидесят. Хорошо. Инженер, который айтишник. Я не знаю, ну вот, там, программист. Или там, не знаю, не дай бог, тестировщик какой-то. Ну, тестировщик получает поменьше, естественно. Да. Я могу с… Ну, последнее вот, что я сталкивался, меня озвучили контрактные цифры. Да. Это более такое выгодное предложение, когда ты по контракту работаешь. По больше денег, да. У нас любят ли именно люди по контракту работать именно из-за этого. Допустим, моего… Ну, я не программист, но на его уровне, там, допустим, программист, вы можете получать, там, 70-100, может быть, если тем ли, там, 110 долларов в час. Слушайте, можно жить. На контракте? Да. Замечательно. То есть, я просто сравниваю с ценой той квартиры. Угу. Нет, когда ты выходишь на этот вот контракт, там, совсем другие деньги получаются. Ну, вот, например, если ты работаешь на Government, и вот, как я сейчас работаю на Government, то, может быть, разбег примерно 40-50 долларов в час. Ну, Government, там, как бы, получается, стабильность, бенефиты всевозможные и так далее. Это, как бы, отдельный вид. Такое некоммерческое. Ну, да, да. Это, как бы, противоположность коммерческому. Хорошо. Финансовые такие плюшки всякие. Да. Вы движетесь по Америке на этом… Как это у вас? У нас есть автомобили, к нему есть RV или трейлер. Трейлер. Да. Вот у них есть трейлер к автомобилю. И какой у вас промежуток времени вы себя отвели на вот это путешествие? Мы отвели максимум 8 месяцев, начиная с 1 февраля. Потому что это то время, когда я ушел с работы в отпуск декретный. То есть вы готовы 8 месяцев путешествовать? Ну, надеюсь, что готовы. Мы отводим себе, там, где-то 6-8. Мы стараемся на 8. У нас нет премия. Да. Вот. Но, как финансы позволят, неизвестно. Это мне напоминают формулировку «like no tomorrow». Да. То есть завтрашнего дня не будет. Там все должно быть сделано прямо сейчас. Ну, что же, интересно. Мы возвращаемся к теме путешествия. Взяли вы трейлер, прицепили к машине. И из Ванкувера что, в Сиэтл куда? Ну, да. Мы туда под Сиэтл, так скажем, сначала на недельку приехали к друзьям. Там всякие доделали технические вещи с трейлером. Разобрались там, как все работает. Прин-прикрутили. А сложная штука? Да. Непростая. Особенно, если с первого так, первый раз, до этого опыта не было. Вот. Мы там, значит, подготовились. Потом там у нас стал снежный шторм, который был в Вашингтоне. Как давно было было-то? Вот в середину февраля. То есть вы две недели уже ездите там? Да, по Сиэтл. А потом мы выехали, да, мы поехали на юг, в Южный Вашингтон, потом свернули на Орегонское побережье. Но вы там не то, что грибы не собираете, там, я не знаю, что вы делаете-то там? А там как-то, кстати, винодельни хорошие есть. Да, да. Заезжали с винодельника? В Вашингтоне нет, потому что мы Вашингтон весь, будучи уже ванкуверцами обкулесили, там за последние несколько лет очень хорошо его знаем. Поэтому мы его пропустили. Но мы заезжали в Напу, наверное. Напу? Да. Да. Вот прямо сейчас где-то? Ну и как там? Там хорошо, свободно, тут же и поспал. И неплохо, да, неплохо. Ну, мне как-то понравилось больше. У нас своя там регион винодельнический в Канаде. Конечно, конечно. Мне больше нравится там. Слушайте, а вот с точки зрения запарковаться где-нибудь с трейлером, это сложно или прямо как обычная машина? Ну, это сложнее. Сложнее просто потому, что ты большой, надо искать определенные места для парковки. Лучшее место для парковки большой мол, где есть какой-нибудь Коска или Омар или еще что-то такое. И ты такой подальше, там где не за одним углом подъехал, там обычно бывает больше места и как бы людьми перегораживать дорогу. И вот ты туда встал и там можешь запарковаться. А у нас есть места такие, где люди на вот этих трейлерах как бы бездомные. Но они не совсем бездомные, они с трейлером. Вот у них нет постоянного адреса, ничего, но вот они встанут где можно. И они, как правило, знают места, где можно, потому что так их гоняют. А вот есть такие места, где можно. Да, но мы в таких местах не вставали. Это в принципе можно, да. То есть надо знать... На Санкуэре, например, когда я купил трейлер, проблем было некогда было поставить, потому что по регуляшнсам ты не можешь трейлер даже на ночь оставить, даже если он прикреплен к машине. На улице? На улице после там шести часов. А где же? А вот надо искать специальные места, где люди предлагают тебе запарковаться за деньги. А вы же еще живете в доме многоквартирном, да? То есть там в принципе никак? Нет, там он даже не проходит по клиренсу, по высоте в паркинг. Ой. Ну вот. Большой? Сколько метров квадратных? В какой площади? В площади не знаю, но они обычно меряются в футах в длину. Да. В футах в длину 26 футов. Это не слабо. Это серьезный предмет. Большой. Тут можно еще троих детей поместить там. Приживать. В определенных конфигурациях можно. У нас получается трое взрослых. А у вас еще третий есть? У нас бабушка, да. Мама и бабушка. Чья мама? Моя. Понял. То есть одна бабушка с ребеночком, а другая бабушка с вами? Нет, а другая бабушка у нас в России. Ребенок где? Здесь. С вами? Ну, с бабушкой. То есть мы путешествуем, трое взрослых, включая бабушку, включая маму Андрея, и с нами ребенок 7-месячный. Ё-моё. Вот вы как начали. Я думал, что вы ребенка там бабушкой оставили. Нет, нет. Зачем? Мы же у нас же отпуск по уходу за ребенком. Мы должны семейные узлы укреплять в это время, друг с другом знакомиться, находить там, подходы, как ребенка использовать. Она вам хард тайм дает? Нет, она вам не прекрасно. То есть слушается. Она великолепная, у нас вообще никаких проблем нет. А как она вас зовет? Доченька. Доченька. Да, и мамочка. Мамочка. Это очень сует. У них сложились отношения. Да, мы друг друга очень. Она вас от него не защищает? Защищает. Хорошо. Так, хорошо. И, значит, маленький мальчик, который что? Вот он как-то реагирует на то, что происходит? С самими женщинами? Он пока, скажем так, первое время, конечно, немножко был так дезориентирован, я бы сказала. Потому что, естественно, он привык. У него, значит, своя кроватка, все свое. По часам, значит, у нас режим. А тут непонятное какое-то место. Но сейчас нет, сейчас все хорошо. Главное разобраться, скажем так, с его режимом до конца. Чтобы путешествие было проще. Потому что у него сейчас зубы. Опять же, со сном немного. А если, не дай бог, врач нужен что-то такое? Ну, может, нет. У нас есть emergency coverage. Есть карточка. Хорошо. Ладно. Вы едете себе. И вы как бы потребляете вот эту красоту внутренне. Или вы как-то, не знаю, там ютубите где-то и у вас там, не знаю, 100 тысяч подписчиков. Нет. У нас в подписчиках там горстка вот такая маленькая. На одной руке, наверное. Сколько? Вот все друзья там, что были, где-то 35-40. Половина, наверное, подписалась, половина не подписалась. То есть ваши подписчики это просто друзья? Да. Ну, сейчас да. Но у нас как бы все паблик, но поскольку никто же об этом не знает. Ну, подождите, ну как-то же люди приходят. Вот у меня, правда, было уже полторы тысячи подписчиков, но они как-то не особо и росли. То есть я и не думал об этом. А когда я сказал себе, все, я теперь буду делать какие-то видео, и начал делать видео, у меня за год стало там, я боюсь соврать, уже там, по-моему, тысяч двадцать. Ну, я бы сказал... Просто потому что ты их делаешь. Я ничего специально не делал для них. Если у нас к концу поездки будет полторы тысячи, я уже буду на ответ. А вопросы задали. Вот какие-нибудь что-то вас спрашивают там? Ну, спрашивают, да. То есть мы когда начали, вот про трейлер людям было интересно посмотреть, как это наружу, как это внутри. Соответственно, я сделал видео специальное. Подождите, а как вы, я извиняюсь, как вы монтируете? Ну, монтируете, вы можете в лэптопчике, допустим, у вас с собой лэптопчик, вы в нем монтируете. А где-то вы должны куда-то прийти, где интернет есть или что? Ну, у нас есть мобильный интернет, он достаточно неплохой, если есть коверидж. Вот, если нет ковериджа, мы же обычно сейчас останавливаемся не на улице где-то, где живут бездомные люди. Да. Мы останавливаемся в RV-парках, где часто бывает еще Wi-Fi. Вот, поэтому на upload, в принципе, нормально. То есть, может, ночью ставишь, он себе грузится? Ну, да, там, от пары часов, там, может быть, и на ночь. Сейчас я вставал видео, первое, как бы я начал делать по длине, я думал, вот, у Михаила хороший такой формат, можно порассуждать как-то о том, что тебе хочется от поездки, что какие планы и так далее. Я вот начал обсуждать, мне друзья сразу написали, слушай, ты больше пяти минут, даже не думай. У вас занятые просто друзья очень. Потом я начал делать пять минут, и уже, ну, как бы, длина видео меньше, и они быстрее закачиваются. Поэтому не надо так. Ну и продакшен быстрее получается. Поэтому всем выигрышам. У меня самое тяжелое, это когда я на круизах. То есть, бывает, вот, ты там по континенту движешься, но вот, например, скажем, в Италии было плохо с интернетом. В основном были места ничего, но было в целом плохо. В Австрии замечательно, даже в селе. Там, допустим, а вот на круизах, ну, только если вот в порту стоит где-то, то ничего. А если вот как только в океан ушел, то есть скорость такая, ну, вы знаете, но... Трансель через спутника. Ну, вот только email проверить. Дело ведь не в том, что они не могут в океане дать хороший канал. Дело в том, что они почему-то не хотят этого делать. Причем деньги, правда, чудовищные, вот за это, по которому... Хотят, чтобы его пользовались всеми блоками. Ну, конечно, они хотят, чтобы пошел там, выпил коктейль какой-нибудь или там... Потратил денег. Потратил денег, а не сидел бы со своими делами там. Спутнику интернет, я слышал, он до сих пор дорогой. Поэтому вот им на несколько тысяч человек, на весь этот круизный корабль, там, трафика прикупит. Они берут дорого. За очень никакой интернет вообще. Ну, то есть на уровне, на уровне просто ничего. То есть плохого качества короткое видео подгрузить займет там, ну, не сутки, там, всю ночь. Это плохого качества, это небольшой файл бы. Нет, у нас лучше в этом отношении. Тоже, я бы сказал, как в Италии. Да. Не очень, но лучше. В Италии, я помню, в гостинице я ходил, значит, с лэптопом по этому номеру и искал, где получше там условия. Значит, и вот где-то нашел ванну, и там было в угол, на самый угол забиться. Добавно. Да, и вот не с той стороны, где умывальник, а именно где вот эта сама ванна. И вот я там столик какой-то туда притащил в эту ванну и на ночь оставлял, чтобы оно хоть побыстрее как-то шло. Да, у нас было такое на одном кемпинге. Мы ехали, и там были, ну, сейчас кемпинги свободные, паркуйся где хочешь. Мы выбираем лучшее место для себя. В феврале, да. Да, и мы, значит, едем-едем, ну, вот это место хорошее, встали туда, а в этом месте плохое покрытие светило. Я думаю, а может, когда по кругу ехали, там в других местах лучше было покрытие. В следующем кемпинге я выбирал уже не только где хороший вид или хороший кемпсайт, а там еще где и покрытие хорошее. Да. Потому что в том приходилось тоже, я вышел там к машине, походил по кемпингу, поискал, чтобы даже там в Инстаграм фоточку повесить. Так вы успели побывать где? Значит, вы проехали Вашингтон, вы проехали Орегон, вы приехали в Северную Калифорнию, проехали через Винную долину, там где-нибудь в Сан-Франциско заезжали? Да, мы были вчера просто. Мы, значит, в Орегоне проехали, мы вообще по Highway 101, движемся на юг, самый такой живописный маршрут. В Орегоне были на побережье, в основном, несколько. А в Орегоне вы не заезжали? Крэйтер Лейк там есть такой парк? Нет, не заезжали. Оно в горах находится, но сейчас туда немножко снежно может быть. Снежно, согласен, да. Вот. Потом, после Орегона, мы попали, последний день в Орегоне был солнечный, и приехали в Калифорнию, такие, вау, классно, солнечно. Аааа, класс. Потом зарядил четыре дня дождь, и вот мы встали в Redwood National Park, поехали, посмотрели там Redwood эти. Ну, как, впечатляют Redwood? Ну, они классные, да. Ну, у нас в Акувере, в британской Коломбии, похожие всякие вещи есть, поэтому не новинка. Ну, маме показали. Мы тогда уже побережали. Посмотрел с большими глазами. Мама живет постоянно в Самаре? В Самаре, да. Она первый раз вообще за границей в такой западной. А как у нее с визой американской? Сделали американскую визу. Будучи в Ванкувере. Хорошо. Мы ей сделали визу как grandparent в Канаду. Это достаточно легко, с нашим статусом. Как бы у бабушки. Да, и с нашей историей здесь уже. А вы приехали сюда? Пока что нет, у меня в процессе такой момент. Да. А когда она приехала сюда, у нас американское консульство прямо в Ванкувере, в Дам-Даме находится. Но ты, значит, аппоинтменты назначаешь, потом приходишь, в течение трех дней тебе присылают паспорт с визой. Поэтому мы как бы… Был риск такой, что ей визу, конечно, не дадут. Как россиян. Но мы думали, что, поскольку, опять же, мы как бы с ней, мы для нее просим и все такое, то что будет большой вероятность опробовать. Рассмотрели – благоприятно. Да. Ну, потому что сейчас в России, насколько нам сказали, ты подаешь заявление на визу, и ты даже не знаешь, когда тебя вызовут. Причем надо ехать… Говорят, что очень долго. Очень долго. И нет никаких сроков, и надо ехать с Самарой в Москву на интервью и всякие такие вещи. То есть она… Там не ближе до Екатеринбурга? Нет, там подальше. Ну, хорошо. Значит, едете, приехали вы… в Кремниевую долину. Дальше чего? Ну, вот вчера был у нас Сан-Франциско, Golden Gate Bridge. Сегодня нам надо там всякими машинами позаниматься. А что этот бридж? Что там на этом бридже такого, что все говорят, такой бридж вообще? Не, ну он красивый, это как бы… Вообще мне очень нравится Сан-Франциско. Я не знаю, как… Вот, что называется… Мы когда первый раз приехали в декабре, вот он располагает. А говорят, бомжей много в центре. Очень много. У нас бомжей тоже очень много в центре города, где мы живем, поэтому нас этим не удивишь. А у нас они скапливаются в определенном месте, куда можно не ходить. Они не прямо в центре находятся. А вот в Самаре как с бомжами? Есть там… Ну, они, конечно, есть, но просто они спрятаны от глаз людей где-нибудь в подвалах. Их кто-то прячется или что-то? Ну, они сами туда, где потеплее там, либо в коллекторах, либо в каких-то там подвалах. А здесь они, наоборот, это туда, где подойдут что-то. Да, да, да. Я думаю, у нас, на самом деле, в России полиция… Может быть, они… Ну, может, и гоняет еще тут. Ну, не знаю. Легально нельзя как бы этим заниматься, но они могут тебя попросить, и как бы ты ничего с этим не сделаешь. Здесь ты, не знаю, пойдешь судиться, начнешь вопить, так далее. Это права человека. Я видел, как один бомж полицейского, значит, идет, полицейский за ним так медленно идет, а он его посылает, значит, куда-то, и полицейский так думает, вроде связываться с ним сейчас, руки пачкать или нет. Он так, вроде, уже уходит, а тот ему опять там на F. И полицейский так разворачивается, и у него уже гордость полицейскому уже нельзя, чтобы позволять, чтобы закон оскорбляли и представителя закона его лица. И вот поэтому они, знаете, еще полицейский не знает связаться с бомжем или нет. Понятно. Ну, неположенный как бы… Ну, в целом они… Ну, человек, как бы. Человек, да. В целом они достаточно мирные, ну, во всяком случае, они не трогают. Да, да. Там кто не мирный, там быстро. Поэтому… Они могут кричать что-нибудь. Такое часто. Да, могут. Ну, во всяком случае, они не трогают. Вот для меня было немножко культурным шоком в Сан-Франциско. В прошлый раз мы шли по центральной какие-то улицам, да, в Дон Тарне. И ко мне подошел мужчина и по плечу меня… Я немножко опешила, потому что я не привыкла к такому, что… Руками трогают? Да. Потому что… Нормально? Или не трогают? Бомж был. А, бомж был. А в Самаре могут так? Ой. В Самаре… Нет. Нет. Ну, в Самаре в основном они либо где-нибудь уже валяются готовые под лавочками или… Пьяных много? Ну… Бывает. Ну, скажем так, если бездомные, они часто злоупотребляются. Угу. А бывает и с домом, а тоже злоупотребляют? Бывает. Так. Хорошо. Значит, итак, следующие у вас какие там точки? Ну, туда у нас была Напа, Сан-Франциско. Мы сейчас двигаемся в сторону Йосмити National Park. Так. Сейчас в горы пойдёте. Да. Секоя National Park. Так. По горным дорогам туда. Да. Потом, я думаю, мы, скорее всего, Лос-Анджелес в этот раз пропустим, потому что как-то… Калифорния много бюджетов сжирает. Сан-Диего пропустите. Сан-Диего тоже, потому что он там далеко на юб. И… И потом… Невада. В сторону, я думаю, Mojave Desert, Grand Canyon, Вегас и потом Юта. Все вот эти пустынные. Ага. И потом будем поворачивать в Аризону. То есть заповедники вас эти интересуют. Аризона, Нью-Мексика, Техас. И дальше… Так, зигзагом таким. Ну, мы стараемся на юг уехать, потому что сейчас все-таки февраль, там, холодная погода. Мы стараемся там, где потеплее, там, где меньше дождей, там, где приятно. А вы, например, вот покупаете сувениры или вы вообще как вот… Ну, ну, мы вчера вот в сувенирном магазине купили… Как-то мы мало в этот раз покупали, но… Ну… Ну… То есть вот у нас нету цели, там, приехать в какое-то место и купить… А бывает, что хочется чего-нибудь. Да. Если ты не в магазине… Да. То… Желания нет. Желания нет. А вот если ты приезжаешь в какой-то большой город… Да. И приходишь в магазин, и прям так хочется что-нибудь купить… У меня сейчас руки чесались. Сан-Франциско. Угу. Тут специально ж вот для туристов. Ну, да. Вот… Я коллекционирую магнитики, поэтому обычно везде, где мне нравится, и куда приезжаю, я покупаю магнитик. У меня вот весь холодильник тут… Да, у вас маленький. Гости приезжают. Маленький такой. У нас очень большой такой этот… Вот. Но как-то получилось, что в этот раз мы в лавки как-то не попадали. Мы что-то лес-лес, море-море… Там еще… Мне иногда вот прямо глыбами, друзья, везут. Вот. Глыбами. Не полированными. Розовый кварц. Я вообще люблю камушки. Такими минералами. Кварц розовый. Да. Ой. Ну и опять же для самообороны. Да. Там, если что… Все красивые. Да. Хорошо. Ладно. Ну, а вот… После Техас. Ну, то есть, у вас есть какой-то… Не знаю… Во Флойду вы заедете, в Бостон, там… Нью-Йорн. У нас есть примерное направление. То есть, я вот, когда готовился к этому путешествию, старался тратить какое-то время до того, как у меня начались покупки трейлеров, машин и всякое такое, которое сожрал потом все время. И ребенок родился. Я старался планировать маршрут. Ну, то есть, вот, где-то до Флориды я допланировал. Более или менее подробно с такими достопримечательностями, которые хочется посмотреть. Флориды вы куда-то? В Майами? Ну да, там… Там есть всякие крокодиловые вещи… Да. Флорида Кис, там Майами… Флорида Кис, вот туда. там есть много птичьих всяких заповедников просто еще такой очередной леер такой знаете очередной слой на путешествие то есть вот что ты делаешь а вот с точки зрения бюджетности вот как бы этого всего вот вот сели поехали допустим на месячной основе эти восемь месяцев скажем за месяц вам во что это выходит с учетом того что вы не тратитесь на гостиницы наверное вы можете готовить вам не надо ходить там по макдональдсам да какой бюджет вот такой поездки я не говорю про покупку трейлера там но все-таки бензин надо там может где-то запарковаться надо еще что-то надо ну пока что мы точно не знаем потому что мы как бы полмесяца в дороге сейчас подходит надо будет там подвести предпочитать тотал надеемся что где-нибудь там тысячи три с половиной долларов мы будем укладываться и тогда у нас будет все нормально хорошо посмотрим а вы как бы в декретном отпуске и вам платят зарплату мне платят страховку да ну ну хорошо страховку ну то есть вы не то что вот проживаете свои деньги вам вы в это время получаете деньги мы не полностью на собственном обеспечении на тех сбережениях которые мы приготовили к этой поездке а вам как отцу ребенка положены какие-то средства я сейчас официально нахожусь в отпуске у нас есть в канаде то есть год либо полтора и тебе платят определенную сумму денег можно делить но нельзя так что сразу лоба нет нельзя то есть эта сумма ограниченная то есть либо на основе маминого дохода либо на основе папиного дохода кто в данный момент сказал что я теперь в отпуске этому родителю платят деньги сделали так что первые полгода мама была я продолжаю работать а потом я ушел тоже в отпуск уход за ребенком и мама как бы больше не получает те деньги которые она получала получаю я у меня чуть зарплата побольше я выбрал максимум плюс у меня есть работодатели который еще добавляет до семидесяти пяти процентов то есть фактически как бы сказать вам профинансировали вот такую поездку ну со-со финансировали частично частично это неплохо я думаю многие бы так вообще это распространено вот так ну как вам сказать с ребенком наверное скажем нет чем-то скорее нечем да многие наши друзья достаточно так скептически относится но все-таки на большой промежуток времени поехали на месяц там на базу вы поняли все а натаска на 7-8 месяцев это уже надо так прям как это бомжевание такое уже нет у нас есть есть некоторые ну то есть этот эта идея она возникла на ровном месте я просто насмотрелся на более старых товарищей которых раньше эти появились да они не ездили именно в таком формате что трейлер америка так далее так далее они ездили ну просто перелетами например куда-то либо в латинскую америку от ездили либо там украину россию себе ездили я себе представляю на таком трейлере там по украине ну нет вот я в том-то и дело говорю что они ехали обратно когда ребенок подрастет обратно к семье к друзьям на долгое время пообщаться но даже эти денежки платили и я думаю может быть и на полном самообеспечении от этого иншурс от этого страховой бизнеса хорошо ладно давайте мы тогда вот что сделаем у нас есть такой вопрос который я всегда задаю потому что люди нас смотрят и у них у многих возникают вопросы которые ну к вам то есть я не могу на них ответить вот вас как находить например чтобы вас что-нибудь спросить вас можно найти много способов мы завели канал на ютюбе как называется собственно к михаилу и приехали так как обменяться называется america coast to coast coast to coast это одно слово america coast ту с двоечкой и кост 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 2 кост да хорошо так тот же самый у нас есть инстаграм с таким же именем есть и группу в фейсбуке народу много в группе тоже те же самые популярные где есть другие люди которые не друзья оказался инстаграм потому что он как так сделан что ты вот какую-то фоточку укладываешь для из поездки и абсолютно рандомные люди начинают ее лайкать подписываться и они прям очень активно сколько вас в инстаграме больше сотни хорошо ладно ну что же тогда давайте попрощаемся с нашим зрителям да и скажем ребята приходите на канал посмотрите там пишите свои комментарии замечали вопросы какие-то пожелания куда съездить посмотреть мы будем рады совету и хорошо тогда что называется до новых встреч с вашим ручками счастливо